Сегодня всемирный день борьбы с онкологией. В последние годы этот диагноз все чаще встречается у детей. Сегодня волонтеры навестили пациентов отделения онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Отделение детской онкологии и гематологии – единственное в республике. Ежегодно здесь проходит лечение и обследование около 500 детей. Для пятилетнего Жени Васильева все в отделении привычно и знакомо. Вот уже полтора года он отважно борется с лейкозом крови. Ну лечат, как говорится, на ноги ставят, сказали, и это излечимое, лечится, все хорошо. Ну примерно, говорит, два года лечится. Ну ладно, уже за сына как-то уж потерпеть. Поддержать маленьких пациентов онкогематологического отделения сегодня пришли волонтеры проекта «Радость детства». Участники, пусть и ненадолго, вернули ребят в беззаботный мир. Вот, друг, присоединяйтесь к нам! Ежегодно в мире раковые заболевания выявляются примерно у 300 тысяч детей самых разных возрастов. Онкологию сложно диагностировать при обычном осмотре. И именно поэтому примерно пятая часть всех маленьких пациентов поступает на лечение на последних стадиях болезни. В этом направлении проводится активная диспансеризация детей. Это в месяц, в три месяца, в шесть месяцев, в девять, в двенадцать, в двадцать четыре месяца. Позволяет выявить ту или иную онкологическую патологию на ранних стадиях. Естественно, должна быть такая онкостороженность у врачей, в том числе педиатров. Если какой-то симптом или какой-то синдром не сходится с заболеванием основным, по поводу которого наблюдается или лечится ребенок, естественно, необходимо направлять этого пациента к онкологу, к специалисту. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.